Российского кино последних лет, а именно с Северокавказской школы Александра Николаевича Сокурова. Я вам хочу представить Олега Хамокова. Как вы говорите, тут Сокуашка, мне кажется, Олега Хамокова. Почему? Потому что мы сейчас сидели и считали, это уже седьмое явление школы Сокурова, то есть седьмой режиссер, который сегодня к вам приехал с дебютом. Но если говорить о тех, кто именно здесь был, то Олега, это был Кантемир Балагов с теснотой, это была Кира Коваленко с «Рожжемая кулаки», с двумя картинами был Володя Битоков, это «Глубокие реки», «Мама, я дома», замечательный. Ну, по крайней мере, то, что я вел, может быть, и в Малатусе не приезжал, сейчас еще не скажу. Но в любом случае очень важно, что вот эта мастерская, которая вроде как так образовалась достаточно неожиданно, и даже маргинально, и, к сожалению, не имела продолжения, потому что у нас, знаете, как меняется губернатор, то дворец сразу становится конюшный, редко наоборот бывает. Вот, поэтому, так сказать, нет больше продолжения, но есть люди, есть кадры, есть замечательные режиссеры. И вот Олег сегодня представит свой дебютный фильм, о котором мы поговорим подробно уже после показа. Ну, тем не менее, слово Олегу. Спасибо большое. Да, это мой дебютный фильм. Работал над ним долго, несравненно долго, чем мои однокашники, коллеги и так далее. Но это было обусловлено рядом таких технического свойства причин. Ну, единственное, что могу добавить, что, как просто интересный факт, который, может, и не имеет значения к самому фильму, история основана на одной из легенд кавканского фольклора, нардского эпоса и так далее. Ну, потом уже на досуге, как бы, поговорили, но это абсолютно само собой. Не на досуге, это будет наша работа после фильма. И вот, желаю приятного просмотра. После отвечу на любые ваши вопросы. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Спасибо. Спасибо.